Как армянские боевики напали из зоны миротворцев? По мнению российского эксперта, перебитых в Кельбаджере армянских военных подставили умышленно их начальники. Все то, что случилось накануне в Кельбаджере, вызывает у меня больше вопросов, чем комментариев, которые я могу дать по этому поводу. Как передает АЗ, Эйзи об этом в беседе с корреспондентом Аксар. Эйзи сообщил известный российский историк, военный эксперт Олег Кузнецов. По его словам, сначала в прессе прошла информация, что случилась перестрелка, о чем сообщили Министерство обороны Азербайджана и Армении. Но подтверждение этой информации ни со стороны российских миротворцев в Карабахе, ни со стороны российско-турецкого совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня не последовало. Можно было считать, что какие-то неврастейники открыли огонь в чью-то сторону, чтобы в очередной раз дать информационный повод актуализировать в масс-медиа конфликт. Потом появилась информация об одном убитом в результате снайперского огня азербайджанском военном и гибели 11 армянских военных. Таким образом, получается, что 23 июля в Кельбаджире имела место необычная бесцельная перестрелка, а вполне конкретное боестолкновение с существенными потерями, сам факт и масштаб которого по причине наличия этих потерь уже скрыть невозможно. Он отметил, что данная ситуация вызывает очень много вопросов в адрес широкого круга лиц и инстанций. Вопрос первый. К российским миротворцам, как так случилось, что на пост азербайджанских военных напали армянские боевики из-под контрольной им зоны. Вопрос второй. К военнослужащим совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, как российским, так и турецким, где ваша реакция на факт боестолкновения и анализ причин, по которым это произошло, а также кто несет ответственность за возникновение боестолкновения. Вопрос третий. Министерству обороны Азербайджана, где военно-политическая оценка случившегося? Можно было бы задать аналогичный вопрос Министерству обороны Армении, но это делать бессмысленно, там сейчас генералы и полковники делят кабинеты и портфели, а поэтому правду все равно никто не скажет. Самое паскудное в моем понимании в данной ситуации будет то, что перебитых в Кельбаджере армянских военных подставили под убой умышленно собственные начальники, чтобы им удобнее было делить освободившиеся в Министерстве обороны должности. Гибель 11 военнослужащих в небоевой обстановке, более чем веская причина для отставки практически любого, даже самого непотопляемого генерала. В России такое мы уже проходили, когда министра внутренних дел сменили только потому, что якобы свихнувшийся на почве ревности полицейский расстрелял посетителей торгового центра в Москве. Пашинян с февраля этого года, когда заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении и еще три десятка генералов и старших офицеров потребовали его оставки с поста премьер-министра, осуществляет зачистку оппозиционного ему высшего командного состава армии, в рамках которой инцидент 23 июля вполне может стать мягкий знак прекрасным поводом для увольнения со службы всех старших офицеров, остатков армянских войск в Карабахе, что станет очередным шагом к их распуску в ближайшее время. Только этот сценарий развития событий вполне логически объясняет как молчание командования группировки российских миротворцев в Карабахе, так и отсутствие комментариев со стороны представителей российско-турецкого совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.